Два плаката уничтожили. Один на Мичурино 64, когда пастору защищали. У нас напали 10 петушек, травили газовым балломом. Второй на переулке Землянском 4, когда мне поломали ногу и сделали сотрясение мозга. Но есть третий. И еще напишем. Столько, сколько надо. Так что с бандой будем бороться. А ты еще перекурывай. А тут нет. Учится адвоката бандитов защищать. Спасибо. 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 У Печерському районному суді виглядаються дві аналогічні справи до одного і того ж самого відповідача. У дані справи позивачем є Департамент Державного архітектурно-будовівельного контролю про зобов'язання вчинити дії до Якуша Антона Івановича. Предметом позову є зобов'язання з шляхом знесення споруди і також судом розглядається справа номер 757-29-453-17 це за позовом заступника прокурора Київської місцевої прокуратури на маршруті з інтересами державних особи Київської міської ради. До Якуша Антона Івановича про зобов'язання вчинити дії шляхом приведення земельної ділянки у придатний для використання стан повернення цієї земельної ділянки, тобто по суті про зобов'язання вчинити одні і ті самі дії. І обставини, які підлягають встановленню судом у цій справі і у справі, яка розглядається у складі судді Новака за позовом прокуратури номер 6, які мають вирішальне значення при розгляді справи, а саме чи мав право користування Якуш Антон Іванович вказаною земельною ділянкою, підлягають встановленню як і в цій справі, так і в цій справі. Оскільки справа, яка розглядається у складі судді Новака, була порушена раніше, і про те, тобто об'єднати, наприклад, я пояснюю свою позицію, тому об'єднати ці справи у форматі даної справи у складі судді Соколова не вбачається можливим зарахуванням вимог ЦПК, тому ми просимо зупинити розгляд даної справи до вирішення, пов'язаної з нею іншої справи, яка розглядається також Печерським судом, оскільки висновку суду у справі 29.453.17, це закріплені у рішенні, яке не бере законної сили, матимуть вирішальні значення для розгляду цієї справи, оскільки обставини, які підлягають встановленню, вони фактично одні і ті самі. Мені, зрозуміло, дякую, сьогодні. Ваше честь, департамент заберечує проти допоміння замопровадженого справи, оскільки ліні підстави подання послугового звернення спозуму до суду, тому не має необхідності допомінити провадження здані. А Думку, ви вважаєте це цивільно-правовий споруд чи публічний спір? Ваша честь, я можу пояснити з даного приводу справу в тому, що змінювалася практика Верховного суду саме з цього приводу. І спочатку в 17-му році було зверталося до окружних адміністративних судів з приводу зобов'язанням вчинок і дії. Дані справи були закриті з роз'ясненнями з приводу того, що підлягають роботу зберегу ЦПК. На сьогоднішній день, в 17-му році, у квітні місяці, Верховного суду прийшли рішення з приводу того, що так, дійсно, здані справи підлягають роботу зберегу ЦПК. Розумовно, дякуємося. Щодо клопотання про зупинення представника відповідача судномісті у Холубі Хвилипі, вказане клопотанням надано зберегу, що є це вратовні справи. Разом з цим, судом ставляться на акробування питання прямого визитку та провадження справи, в зв'язку з тим, що в даному спорі відбачається спірку. Ваша чість ми не заперечуємо, оскільки ці самі мірукування викладали на відзаз на позову з'яву, зокрема, щодо подсобленості справи. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! А теперь, с конца весны, опять практика. Ну, це просто, це просто. Майма, чи майма. Що, що таке? Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Субтитрує» Дякую за перегляд! Уже одну сидить адвокат. Кравченко в Одессе. 5 миллионов залогов. Это же завод КРЭМ. Кстати, сегодня дело слушается завод КРЭМ. Труханов там сидит лично. Они продали Труханову за 185 миллионов на гривен завод КРЭМ, который купили перед этим за 10 миллионов. Сегодня как раз слушается. Две недели назад как раз обвинение зачитывал, а прокуроры зачитывали обвинение целый год. Так что одного адвоката уже не адвокат. На него фирма была оформлена. Я не забыл описание. Прошу, суд может прокомментировать. Ну, сейчас он зачитает, что скомментирует. Он же сейчас скажет только в окружении административной. Ну что, ждем судью. Он ударился на рачу кемнату. Ну, значит, дело какое. Первая СДБК подала в окружной административный суд. Значит, там судья, не помню, по-моему, Карашьянск, вот, сказал, что это дело должно рассматриваться в районном суде. Значит, пришли в районный суд, вот, были отводы судьи, там, тратата, тянули резину, вот, пришли, наконец-то, заседание. И судья поднимает вопрос о том, чтобы перенести назад в окружной административный суд. То есть, прошлись по кругу за два года. Ну, данное справа относится незаконной забудовы на Мичурино-44. Да, Мичурино-44, снос, именно снос. Потому что, как говорил главарь города Киева Кличко на личном выездном заседании, вот, прямо стоял возле этого Мичурино-44, что здание построено, вообще, без документов. Вообще, полностью, без документов на землю, без проекта, утвержденного, без разрешений, согласований, без ничего. Значит, 7-этажный, дом, но это не 7-этажный, это 3-этажный дом с 2-этажным паркингом и 2-этажной мансардой, значит, построен на земле, без документов на землю, вот, без ничего. Ну, с позовом ДАБС звернемся. Судя в отпуске был, да? Нет, судя в отпуске это здесь был. А вот Миша снимал. Это как раз прокуроры. Что же не хотели? А, снять арест. Значит, там наложен арест на земельный участок и по адресу Мичурина 44. И на все, что на нем построено. То есть запрет на отчуждение всего, что находится на земельном участке Мичурина 44. Ну и кадастровый номер там. Вот, они подали в суд, вот, в частности, Анна Василина, по-моему, присутствовала, она просила снять арест. Ну, судья им отказал. Ну, насколько я понимаю, громада, яка проживает на горе Мичурина, поддерживает ДБК? Сто процентов. Сто процентов, потому что этот его многоквартирный дом или офисный центр, непонятно что. Значит, это что такое улица Мичурина, землянская. Это район индивидуальной жилищной застройки. Значит, там нельзя строить ни рейдер-холлы, ни офисные центры, ни клубные дома. Это дома для индивидуального проживания. Вот. В частности, Киеврада мне, значит, не дает приватизировать больше десяти соток на основании того, что, как бы, это индивидуальные дома, к ним должно прилагаться только десять соток. Это Киеврада так решила. То есть дом на одного человека. Хотя на самом деле там в доме может быть и пять хозяинов, но Киеврада не дает приватизировать больше десяти соток. Понимаете как? А строить рейдер-холлы, строить офисные центры, строить клубные дома, это никому не мешает. Ну, именно настоящий директор Пантыкин Леонид на сегодняшний день, хотя там было много директоров, вот. Пантыкин Леонид, который бывший начальник Айдарского РОВД Луганской области, который, значит, прославился тем, что он футболиста Шокина, он, значит, взяли его силой, ну, как бы, захватили его и пытались, вымогали, значит, отобрать кафе у его отца в этом Айдаре. Вот. Ну, есть статьи в газетах, что этого Пантыкина уволили из полиции, и вот он нашел себе место у дубового Александра Федоровича, работником охранной фирмы «Смерч». Значит, чем прославилась эта охранная фирма «Смерч»? Значит, газом заливали пастора Кунца, у которого отжали церковь по адресу Мичурина 66-70. Его там ломали руки, его выбрасывали с территории Мичурина 66-70, это церковь баптистская, которую этот пастор строил 25 лет. Вот. Эта фирма «Смерч» охраняет этот объект, и, в частности, там они прославились. Кому належит ця фирма уволеного? Кому принадлежит, я не знаю, не видно. Директор Пантыкин Леонид. А кто... Ну, это не столь важно, потому... Я был присутствием на одном заседании, где Пантыкин давал свидетельства, как свидетельство, и есть видео, что он сказал, что дубового он не знает. Ну, знает, как он может не знать дубового, если... В частности, меня избили, значит, переулок Землянский 4, мне поломали ногу, и сотрясение мозга, в частности, сотрудники этой фирмы «Смерч». Вот. Ну, был там арабов Вячеслав Михайлович, это доверенное лицо дубового. Вот. И избили меня, помогали ему меня избивать ногами одного лежачего, без сознания. Сотрудники охранной фирмы «Смерч». Значит, это происходило... Клубный дом, я не помню, он раньше был оформлен на дубовую Светлану Виссарионовну, Мичурина 56, друг 2. Напротив земельный участок, на котором стоят машины, которым они загородили бетонным забором, Землянская 5, Землянская 7, это все записано на дубовую Светлану Виссарионовну, жену дубового Александра Федоровича. То есть, там особых доказательств не надо. Там не один Александр Федорович, там есть Сергей Федорович, там есть Любовь Ивановна, там есть Светлана Виссарионовна, там есть дети, жены, мужья. Там целая банда, это настоящая, реально банда. Рейдера, которая занимается отжатием, ну, беззаконием занимается, беззаконием на горе. Я, если честно, первый раз сталкиваюсь с такими людьми, я как бы прожил всю жизнь, которые гадят там, где они живут, понимаете? Первый раз. Я, это вообще, ну, чтобы люди, которые живут, я видел, когда, ну, как бы не живут, а захватывают для бизнеса, для стройки, ну да, тогда они не считаются. Но когда люди строят себе для жизни, понимаете, как правило, с, ну, с соседями, ну, не ругаются, понимаете? Находят как-то контакты, общий язык. Тут Дубовые поругались со всеми соседями, со всеми, с кем только можно, понимаете? То есть, вообще с людьми, которые, я говорю, что никому плохого никогда не делали, понимаете? То есть, это, я в шоке, я просто потрясен. И эти люди, значит, в частности, один из очень таких факторов, Александр Федорович Дубовой был одним из тех, кто, значит, в Верховной Раде, когда он был депутатом Верховной Рады, он голосовал за принятие моратория о застройке территории вокруг ботанического сада. Понимаете, как? То есть, в частности, мне не дают приватизировать одну сотку, ссылаясь на этот мораторий. Александр Федорович Дубовой был один из 300 депутатов, которые проголосовали, ну, популистов депутатов, которые проголосовали за этот мораторий о застройке. Понимаете, как? То есть, страдаем простые люди, нам не дают приватизировать нашу землю, а этим бывшим депутатам, им не надо ничего приватизировать, они покупают какие-то документы на дом, сгоревший 40 лет назад, и начинают строить клубный дом для бизнеса или офисный центр. То есть, они ничего не боятся, им ничего не страшного, они настолько уверены в своей безнаказанности, что это просто кошмар, просто кошмар. Это беспредел в центре города Киева. Я представляю, что там в Одесской области творится, что там в Одессе творится, где-то, ну, туда, где они глаз положили, это просто кошмар. Если вот так меня избили на улице, в центре города, возле моего дома, считайте, там 100 метров от моего дома, средь бела дня, под видеокамерами, стояли свидетели из Благоустроя, свидетели, ну, вот Алексей был, это самое, то есть, отпинали носоками, за руки, за ноги, отнесли 100 метров вверх, понимаете, как? И они спокойно ходят, они ничего не боятся. Ну, то есть, вот такое вот творится в городе Киеве, в столице Украины, то есть, если мы не можем остановить это в центре города, там, где живут китайский посол, там, где Международный валютный фонд, там, где там посольство Филиппин, вот, там всякие депутаты, там целая куча, ну, уважаемых, солидных людей живет, и бандюков остановить нельзя. Это я вообще просто в шоке. Как такое? Что ж там творится, тогда где-то за Киевом, понимаете? Скажите, Блок, а что зараз отбывается, что проходит будильництво, что зупыны, ну, все? Значит, на Мичуре на 44, строительство остановлено, да, вот, на сегодняшний день строительство не ведется. Но ведется на перелулок Землянский, 12, возле Нины Ивановны Москаленко, началось строительство, оно оформлено на юридическую фирму, но это юридическая фирма, тоже из орбиты дубового Александра Федоровича. Вот. В частности, Мичурина 59 сейчас, ну, там только площадку разровняли, деревья порезали, как бы, ну, и движение продолжается по перелулку Землянскому 4, там строительная техника стоит, то есть, участок арестован, как бы, ну, это не помешало им огородить его бетонным забором, перегородить улицу Землянскую бетонным забором, вот. Улицы Землянской уже нету, практически, потому что она перегорожена, ну, А кому належит ця земельная дилянка, яка огородена бетонным забором? Значит, там, значит, несколько совладельцев, Дубовая Светлана Виссарионовна, Арабов Вячеслав Михайлович, вот это Коломийцев Анатолий Дмитриевич, на которого оформили земельный участок, не, не Коломийцев, Гречкосей, Гречкосей Александр Дмитриевич, на которого оформили участок вот этого дедушки Коломийцева, Олега Михайловича, у которого по поддельной доверенности, значит, отжали дом, земельный участок, дом снесли, вот, тут же была двойная продажа, вот, и добросовестный предобретатель, это Гречкосей Александр Дмитриевич, один из доверенных лиц Дубового Александра. Сказалось, двойная продажа, тут же задеяны были какие-то нотариусы, скорее всего, кто целый пароль. Да, возбуждено уголовное дело, но вот уже в 2015-м это было, значит, сколько же, больше трех лет, значит, было в Печерском районе, оно с места не двигалось, сейчас перевели в Подольский район, тоже что-то, они ознакомливаются очень долго, они уже полгода ознакомливаются, или там в месяцах 5 точно ознакомливаются. Саша, а нотариусы киевские продажи делали? Да, киевские, да. Не, ну они же как, когда они отжимают у дедушки, они первый нотариус, может быть, там какой-нибудь там левый, а дальше уже нормальный нотариус. А ты не знаешь, какие? Не, ну надо смотреть. А что вам видимо, на нотариусы есть какие-то криминальные справы, или, может быть, у кого-то соглашено педозр? Ну вот это же, я же говорю, что за, по факту фальсификации доверенностей Коломийцева Олега Михайловича, переулок Землянский 4, значит, открыто уголовное дело. Кстати, по Мичурина 44 тоже открыто уголовное дело. Было два уголовных производства за самоуправство, за, что там еще, незаконное строительство. Вот. И благополучно перенесли в Шевченцевский район, оно там лежит, не двигается, движения вообще не лежит. Вот. Ну, к сожалению, да, я понимаю следователей, потому что следователи поставлены в такие условия. Значит, на Мичурина 44 было два ареста, два. Два выезда следственно-оперативной группы. Были представители прокуратуры, были представители следствия, полиции, значит, в космонавты, в охранниках, целая группа, значит, описывали все имущество, арестовывали подъемные краны. Через несколько месяцев судья Карабань, допустим, снял все аресты, понимаете. Причем без вызова следователей, без вызова прокуроров, без никого. На первом заседании, вот, на основании заявления адвоката, значит, были сняты аресты. То есть, ну, огромная проведенная работа, можете себе представить. То есть, все эти, согласовать эти аресты, потом все это имущество переписать, все это имущество куда-то завести, хранить. Значит, в частности, значит, Печерская районная администрация присутствовала лично, председатель Печерского района 15 марта, значит, не, не 15, это 30 мая. Лично Мартынчук присутствовал. Прошу встать. Прошу встать. Это дажеunder, что встать. Прошу встать. Прошу встать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...